всем еще раз здравствуйте всех рад видеть всех рад приветствовать сегодня у нас с вами стрим посвященный для многих такой очень важной теме для тех ребят кто собрался пойти в 3д графику и не знает куда податься сегодня мы специально собрались чтобы сравнить с вами blender и cinema 4d между собой и собственно процессе этого сравнения выяснить что кому больше подходит наша с вами сегодня главная задача это пройтись по основным критериям которые важны прежде всего для меня которые важны для тех ребят кто собрался делать мошен графику и собственно понять какие возможности у нас есть по данным критериям в бандере и в синеме соответственно для всех тех ребят кто так скажем впервые меня видит или тех кто смотрит запись на ю тубе давайте проведем небольшой ликбез где мы находимся и собственно что мы здесь делаем мы находимся с вами в классе школы profile school это так называемый profile connect и перед вами собственно интерфейс данного онлайн класса в рамках которого вы можете видеть окно трансляции где собственно вид мой экран вы можете видеть окно камеры вы можете видеть чат и блок вопрос на протяжении всего сегодняшнего стрима вы можете пользоваться чатом для того чтобы собственно писать какие-то комментарии как-то общаться поддерживать какой-то некий интерактив можете между собой можете мне какие-то вопросы задавать и так далее также у вас есть блок вопроса что такое профайл скул профайл скул это одна из самых крупных я бы сказал самая крупная онлайн школа по обучению творческим профессиям в данный момент в русскоязычном комьюнити на русскоязычном рынке собственно профайл скул обучает сразу шести направлениям одновременно это графика фотографии видео искусство аудио и собственно 3d график то что нас многих интересует вы можете всегда ознакомиться на сайте профайл скул со всеми и и так скажем курсами со всеми ее направлениями и так далее нас интересует сегодня 3d графика поэтому обучение 3d графика вот наш раздел в рамках которого вы можете ознакомиться с курсами по блендеру по синему 4d по автокаду здесь все так скажем представлено за больше чем 10 лет на рынке школа профайл выпустила 69 тысяч студентов что как бы нормально неплохо и прямо сейчас вы можете записаться аж на 60 курсов параллельно в рамках обучающих программ в школе это что касается школ что касается меня кто-то знает кто то не знает зовут меня никита чесноков я являюсь мошен дизайнером преподавателем в рамках профайл скул и собственно преподаю направление мошен графики работаем в софте after effects и преподаем собственно after effects cinema 4d и блендер что касается опять же более подробной информации вместе со мной сегодня работает администратор александр который будет нам помогать ссылками который будет нам помогать уточняющими моментами именно со стороны школы поэтому все ссылки которые необходимы он вам будет в чат дублировать для вашего же удобства что касается программы сегодняшнего мастер-класса то как я уже и говорил наша задача с вами сравнить cinema 4d и блендер и понять что нам выбрать скажу сразу правильного ответа на вопрос что выбрать не существует каждый решает для себя сам и каждый так скажем выбирать то что ему нужно в зависимости от специфики направлении в которой он так скажем двигаться если мы будем просто говорить вкратце о программе то сначала мы немножко познакомимся с блендером немножко познакомимся с cinema 4d далее самый важный это третий пункт третий пункт это сравнение сравнивать мы будем с вами не абстрактно как делают многие которые пытаются это делать сравнивать мы будем предмет нас интересует полный пайплайн от и до при работе с проектами поэтому нас интересует сборка сцены прежде всего что у нас входит сборку сцены это импорт объектов это работа с объектами это их расстановка и так далее текстурирование работа с материалами прежде всего анимация этих объектов и возможности анимации в том числе и возможности симуляции и каких-то динамических историй работа с камерой освещение и рендер вот это наверное самый такой очень условный но максимально подходящий под задачи можно дизайнера pipeline которым многие пользуются ну и естественно после того как мы разберемся с программами будет ответы на вопросы для того чтобы ответить на все то что вас интересует по ходу нашего стрима но прежде чем мы начнем естественно нужно сказать про акцию сейчас в рамках школы profile стартует акция до 31 июля 60 процентов скидка на курсы и в рамках так скажем этой акции скидка действует абсолютно на все курсы которые есть профайл скули если вы заете то здесь прямо на самой главной странице вот этот баннер вас встречает и в рамках этой акции мы можем с вами посмотреть что все так скажем курсы которые есть все курсы которые есть они подвергаются вот это вот скидочке от бланда базовый пожалуйста по скидке или вот у нас с вами синего 4d базовый тоже по скидке ну или если вам не особо нужна 3d графика и вы пришли просто посмотреть но хотите идти на after effects вот пожалуйста after effects базовый по скидке все это вам доступно до 31 июля пожалуйста так скажем имейте ввиду эту акцию так как многие сейчас в летний период очень рады подобным предложениям также по поводу всех этих ценообразований по поводу всех этих историй про файл скул так давно запустил рассрочку для многих очень удобная вещь собственно когда вы можете стоимость курса разбить на два этапа изначально вы платите половину стоимости курса и вторую половину вы платите уже после середины обучения без каких-либо там историй с процентами без каких-то еще моментов вот у вас есть акционная цена уроки математики вот у вас акционная цена 13 230 на так скажем 7 4d продвинутый собственно сначала в классе 6 615 и потом еще раз 6 615 без каких-либо моментов то есть все так скажем очень просто и все предельно понятно также здесь немаловажная история про то что вся и ты вся эта акционная деятельность она ограничена по времени поэтому вы пожалуйста проект не забывайте и если есть желание присоединиться к изучению того же блендера тоже сид самый cinema 4d то вы всегда можете это сделать до 31 июля ну а теперь давайте приступим к самому важному это знакомство с блендером как здесь написано знакомство с блендером многие из здесь присутствующих уже так или иначе слышали такие фразы кто-то уже работал кто-то еще не работал блендер и cinema 4d начинаем с блендера так как в целом он сейчас ну очень сильно популярен особенно если мы поговорим про русскоязычное сообщество блендер просто в небесах по популярности относительно cinema 4d и тому конечно же есть свои причины что такое блендер если мы будем гуглить а нас интересует сайт blender.org здесь мы можем с вами предметно познакомиться и предметно посмотреть блендер это прежде всего бесплатная 3d программа то есть это бесплатный 3d софт в отличие от cinema 4d который предоставляется разработчиками с открытым кодом то есть я не случайно здесь обращаю внимание на открытый код потому что когда мы дойдем до аддонов вы поймете к чему я клоню блендер это так скажем полностью бесплатная история которую вы прямо сейчас можете зайти на блендер.org и просто нажать download скачать все ничего делать не надо у вас будет последний блендер она в целом на мой взгляд если мы говорим про потребности современного так скажем человека и прежде всего про мошен дизайнерские потребности она довольно неплохо эта программа она позволяет нам с вами как мы можем прочитать из-за собственно вот этой вот брошюрки на вот этой странице она нам позволяет рендерить модель скульптить заниматься анимацией в fx и прочими прочими историями если мы будем говорить более предметно и более так скажем уже углубленно то что нам дает блендер блендер нам дает прежде всего неплохие возможности действительно по визуализации этого всего потому что рендер движки блендера именно cycles они довольно конкурентоспособны то есть в отличие от того же максона от той же самой синемы 4d где радширт нам придется устанавливать сами дополнительно без радширта вы далеко не уедете здесь у нас есть cycles cycles в принципе на мой взгляд мы сегодня еще подробно об этом поговорим но на мой взгляд cycles он очень очень неплох с точки зрения возможностей да конечно всегда у нас есть какой-то идеал которому нужно стремиться и cycles не является идеальным как и не является идеальным расшир но в большинстве своем из коробки в блендере мы можем спокойно с вами делать неплохие визуализации и неплохо рендер причем с точки зрения оптимизации прежде всего это довольно неплохой вариант что нам еще позволяет блендер блендер прежде всего позволяет нам работать с симуляцией что такое симуляции в современной графике это львиная доля всего произведенного контента блендере из коробки у нас с вами доступны даже если мы будем говорить не про сложные симуляции там огня дыма жидкости и прочего у нас как минимум с вами есть как вы знаете минимум любого нормального 3d софта это динамика мягких тел динамика твердых тел ну и в данном случае еще и динамика ткани вот идет три столпа которые должны быть обязательно и они в целом в блендере присутствуют и работают они очень неплохо на мой взгляд также помимо этого естественно здесь есть и плюшки которые присутствуют из коробки также и позволяет нам как-то усложнять сцену прежде всего это волосы но волосы я бы сказал это все-таки тоже такая знаете очень базовая вещь которая должна быть везде частицы присутствуют здесь присутствует здесь собственно симуляция жидкости прям из коробки ну не сказал бы что супер крутая но про это чуть позже поговорим но так или иначе есть вот эти вот штуки и все это пока еще бесплатно то есть вот это на это нужно обратить внимание с точки зрения так скажем чего с точки зрения анимации с точки зрения анимации у блендера есть самые прям примитивные базовые возможности мы не говорим за риггинг мы не персонажники именно за персонаж на анимацию мы говорим за простую моушен анимацию классическую которой мы привыкли собственно есть возможности есть возможности есть возможности работы неплохие с кей фреймами в принципе то есть и условно говоря работа с любимыми для многих графиками возможности использования пресетов каких-то анимационных типа баунса того же самого все это включено но без каких-либо излишеств то есть прям такие базовые возможности с точки зрения анимации ну и основой того вообще на что разработчики блендера делают упор являются ноды и в данном случае в блендере есть то что максон пытается в синему 4d запихнуть повторяя за блендером это ноды и прежде всего речь идет про так называемые geometry notes которые у нас присутствуют и которые позволяют нам делать какие-то интересные вещи про них тоже сегодня поговорим вообще geometry notes это очень классный модуль про него можно бесконечное количество времени рассказывать и он позволяет нам делать прям вот абсолютно безграничные вещи это такой эдакий конструктор получается вот таким образом выглядит блендер когда мы его собственно запускаем довольно неплохой интерфейс с точки зрения loop friendly так называемого то есть он довольно дружелюбный сам по себе он довольно так скажем лаконичный и он очень удобный для тех кто в первый раз вид в блендер обратите внимание вот на что здесь перед нами перед нами все сосредоточено как и в синеме 4d в принципе вокруг большого вьюпорта это очень удобная история которой в свое время очень сильно не хватало 3d максу было непонятно куда смотреть даже здесь все так скажем очень дружелюбно у нас есть большой вьюпорт в котором мы видим свои объекты в котором мы работаем со сценой в котором мы перемещаемся как-то существуем далее у нас есть аутлайнер сверху справа так называемый который показывает все объекты в нашей сцене и есть вот этот зона так называемая зона так скажем properties здесь все возможные настройки если вы внимательно будете смотреть то здесь нету длинной менюшки здесь переключение лаяут вместо менюшки соответственно менюшка здесь все вот пять кнопок файл edit render window hell и они тоже такие видите очень маленький здесь все так скажем построена вокруг вот этой вот истории с пиктограммками построена вокруг нее и это все что возможно в блендере все возможные настройки которые только есть они все спрятаны вот здесь здесь у нас и настройки используемого инструмента и настройки сцены в которой мы можем там рендер движки выбирать какие-то тут depth of field делать и вообще очень много всякой истории именно с рендер настройки сцены в которые мы выбираем с вами разрешение пропорции количество кадров в секунду range анимации путь на сохранение от рендериного файла и так далее настройки непосредственно отображение настройки сцены дополнительные еще в которых мы можем выставить камеру использовать гравитацию использовать так скажем динамику и настраивать ее в том числе настройки мира все это для многих еще это непонятные слова типа там что такое настройки мира настройки мира условно говоря это все то что вокруг нас в данном случае здесь первостепенно можно фон поменять цвет фон так взяли видите у нас телефон сделал настройки мира настройки коллег коллекшенов настройки объектов перемещение какое-то вращение и так далее то есть абсолютно все вообще настройки абсолютно все настройки в блендере вот здесь и как только вы придя там на условный курс блендер базы вы разберетесь с тем что какая пиктограммка значит вы поймете что в принципе принципе это крайне удобно история с удобством и ну френдли в блендере она прям максимально здесь нет ничего лишнего здесь есть одна менюшка вертикальная здесь и одна менюшка здесь вот это динамическое меню зависимости от режима в который мы работаем сейчас у нас включен режим объектный в котором мы двигать объекты с ними делать расставлять и так далее а менюшка выглядит вот так если мы допустим перейдем с вами в edit mode в режим редактирования менюшка будет выглядеть вот так у нас здесь появляются дополнительные инструменты моделирования экструд тот же самый в рамках которого может быть что-то выдвигать что-то делать бэбл тот же сам здесь у нас появляются инструменты моделирования если мы будем с вами переключаться на режим скульптинг к примеру у нас появятся режимы инструменты скульптинга то есть видите у нас не меняется менюшка справа у нас просто меняются менюшка слева все вот у нас обе менюшки они как бы всегда на своих местах и так скажем с ними удобно работать конечно есть скрытые меню допустим вот это вот менюшка где есть настройки опять же объекта настройки инструмента настройки вида и дополнительные аддоны еще меня установлены но это так скажем не что-то вот прям суперсложное здесь у нас все прям очень удобно снизу таймлайн привычной манере в рамках которого мы можем тут работать с кей фреймами мы можем так скажем использовать тот же самый граф editor для работы с графиками этих кей фреймов здесь все очень тоже просто и все примитивно то есть вот у нас есть с вами три больших зоны фактически на в которых мы работаем место так таймлайн гонок назад вот три больших зоны сюда мы смотрим здесь мы ищем объекты здесь мы все настраиваем вот это вот логика трех зон она крайне удобно для новичка не устану это повторять с точки зрения именно работы новичку блендер великолепен он очень прост для понимания у него очень низкий порог входа с точки зрения так скажем работ в программе вообще в каких-либо программах поэтому здесь он без прикосов без прикосновной ведь с блендером более-менее понятно что это такое понятно хотя бы как он выглядит теперь давайте поговорим про cinema 4d что это вообще такое и возникает вопрос на кой черт она вообще нужна если блендер так великолепен как ты рассказываешь и так cinema 4d это детище компании максон детище компании максон которая является также 3d редактор изначально в далеких-далеких годах когда блендер еще и в помине не существовало когда был 3d max и пещеры соответственно появилась cinema 4d появилась cinema 4d которая по большому счету разрабатывалась как 3d редактор 3d редактор именно для моушен дизайнера для моушен графики и то какие возможности у нее были изначально на фоне тех конкурентов которые были тогда они так скажем ориентировались прежде всего на вот как раз таки обычные моушен задачи что-то подвигать что-то поанимировать минимум думалки скажем так прям минимум думалки и очень много визуала блендер все-таки даже вот если мы на сегодняшний день ориентируемся он больше продумать потому что когда мы с вами возьмем какие нибудь такие вот истории с нодами вот такие истории с нодами где они то в целом это выглядит немножко страшно хотя это не так страшно как кажется но в целом это выглядит немножко страшно какие-то тут ноды какие-то связи что-то прям вот какой-то гудине начинается соответственно cinema 4 изначально такого не имела и появилось это недавно и они вот специально так не делали как они это в каких-то старых интервью говорили мы хотим максимально упростить его добавить вот этого простоты в работе с точки зрения так скажем cinema 4d это очень классная история для создания простой точнее для простого создания анимированной графики ключевое отличие от блендера блендер в данном случае является более статичной истории когда вы на ю тубе гуглите тутеры по блендеру я думаю многие этим занимались то львиная доля этих тутеров связано с моделингом или с выстраиванием статичной сцены я думаю многие это заметил когда вы гуглите тутеры по синему 4d то здесь наоборот львиная доля этих тутеров связано с анимированием и созданием именно анимации на то есть несколько причин про которые мы сегодня будем говорить в рамках уже предметного сравнения но основном основной причиной является наличие так называемого мограф мограф всегда являлся так скажем козырем синему 4d вне зависимости от ситуации и вне зависимости от того какая версия синемы 4d или кто у неё конкурент бога это по сути модуль такой же модуль по объему задач как geometry notes в блендере только он направлен именно на анимационные действия он может за считанные клики вам сделать ту анимацию которую в блендере вы через proximity через geometry notes будете выстраивать там несколько часов он может вам в считанные клики я не знаю разрушить объект он может создать какую-то классную анимацию с помощью всего лишь одного филда и так далее непонятные слова понимаю про это будем говорить сегодня соответственно мограф это великолепная история связанная именно с анимацией и это ключевой конек синего 4d по сей день мограф великолепен я никогда не устану это повторять мограф вообще развивают ну в целом типа обновляют то есть они его обновляют добавляют какие-то вещи вот эти все типы воли в билдере то что же мограф считается поэтому да мограф как бы развивается но сейчас они сделали упор немножко на другое и вторым так скажем преимуществом синемы 4d которая про которая говорит максон про которая говорит максон это добавление так скажем таких серьезных вещей одной из серьезных вещь был пиро давайте тогда сразу вернем зайдем в синемы 4d я сделал вам стандартный лаял и собственно покажу те моменты на которые максон делает ставку вот так выглядит лаял 7 и 4d ничего не напоминает интуитивненько так ассоциативненько так ничего не напоминает справедливости ради справедливости ради синема была первым 3d редактором он помощники мая кстати была первым если уж так то говорить но из таких попсов это 7 было первым кто работал по принципу большой гиппорт вот эта вот архитектура большой вьюпорт под ним таймлайн справа окно с объектами справа снизу окно с атрибутами началось синемы 4d вот именно с неё блендер когда разрабатывали свой интерфейс они просто это позаимствовали но сперли по нашему соответственно в данном случае синема является таким знаете эталоном но синема до недавнего времени имела очень друг очень отлично от сегодняшней цветовую гамму размера иконочек и вот сам внешний вид иконочек и вот вот эти обновленные иконочки синема уже сперла у блендера в обратку то есть они так друг у дружки немножечко заимствуют ну как бы как и все мы чё уж греха таить если мы будем говорить про синемы 4d то абсолютно та же логика архитектуры вьюпорт под ним таймлайн который если что у нас вот так вот кнопочка открывается здесь собственно та же самая функциональная история как и в блендере справа сверху объекты справа сверху объекты справа снизу атрибуты но в отличие от блендера в отличие от блендера в синеме у нас с вами здесь исключительно атрибуты выбранного объекта или же режимы которые не совсем часто используются во многом во мы вынуждены в синеме 4d путешествовать вот по вот этим вот менюшкам то есть в отличие от блендера синема все-таки чуть-чуть сложнее именно за счет вот этих менюшек для многих это является таким знаете типа менюшки это сложно есть такие люди поверьте соответственно здесь так скажем существует история с тем что синема чуть сложнее или как называют сами разработчики солиднее но во многом интерфейс я думаю что схож так для восприятия даже среди начинающих ребят это собственно большой вьюпорт справа сверху объекты справа снизу у нас с вами атрибут то есть по интерфейсам у нас пока такой знаете паритет мы сегодня давайте будем баллы расставлять интерфейс 11 за победитель получает один балл проигравшие ничего не получает проигравший софт софт отправляем на и базу у нас пока паритет по интерфейсу и по скажем простоте входа в программу единственное конечно отличие которое ну естественно для начинающего человека является ну ключевым это платность программа cinema 4d не бесплатно и я вам больше скажу к cinema 4d помимо самой cinema 4d в идеале нужно докупать еще и расширь то есть сейчас там один тариф cinema вместе с расширтом вот этот лицензия да вообще ее нужно докупать иначе без расширта вы никуда не уедете совсем никак расширь это движок рендер для тех кто не знает про это чуть подробнее сегодня также поговорим соответственно по интерфейсам у нас более-менее понятно потому что из себя представляют программы я думаю многие начинают уже немножечко вникать поэтому давайте сделаем уже более жестко так скажем сравнение и первый пункт который нас интересует вот из этих вот шести на самом деле 7 потому что мы добавили еще интерфейс это сборка сцен кто из вас 3d дизайнер поднимите руки 3d дизайнеров нет я понял кто когда-нибудь вообще создавала какую-нибудь 3d графику 3d анимацию и прочая история немного но такие кубики все считается все считает просто кто вообще вот вот эту вот это вот путь проходил такой небольшой есть таки давайте с вами подумаем что мы делаем когда собственно работы ну первостепенно так как мы не моделлер вот сразу про моделинг скажу мы не моделлер модель отдельные люди а мы собственно за мошен график и здесь наша задача создать какую-то сцену первое что нам нужно после того как мы выработали концерт это собственно геометрия для этой сцены ну если по-простому объекты из которых она состоит если мы будем говорить про стандартные объекты которые нам доступны на основе которых мы можем что-то слепить например откроем блендер начнем с него во первых мы параллельно будем с вами замечать алгоритмы которые мы используем в работе там как объекты перемещать как объекты двигать там как вы добавлять и так далее и на это тоже будем делать обращать внимание то есть где удобнее наша задача понять с вами где удобнее где лучше сегодня соответственно как добавить объекты блэнда решить нажимаем просто и у нас есть несколько групп там меж кривые поверхности метаболы текст волюмы и так скажем различные другие объекты источники света силы камера и все что интересует современного 3d мы берем с вами вкладку меж вкладка меж она на самом деле примерно одинаковая что там что то то есть мы с вами можем создать здесь плоскость мы можем создать с вами здесь плоскость блендере при создании объекта есть так называемое меню последней надежды вот она здесь у нас открывается в рамках которого мы можем в метрах выбрать размер плоскости и там положение положение относительно осей и угол вот как только мы снимаем выделение плоскость у нас зафиксировалась и мы не можем больше регулировать в данном случае размер если мы говорим про плоскость или если мы возьмем что-то посложнее допустим цилиндр то у цилиндра можно количество грани регулировать здесь как только мы выходим из меню последней надежды то все у нас с вами невозможно дальше регулировать вот эти вот грани невозможно регулировать все так скажем какие-то радиусы и прочую историю мы можем только лишь помощью настроек трансформации регулировать положение и вращать вот таким образом мы создаем объекты блэнк давайте рассмотрим какие у нас есть так чисто на вскидку плоскости кубы circle это просто так скажем контур который потом мы преобразуем в какую-то геометрию выдавливаем как ты так далее две сферы одна с квадратной сеткой одна с квадратной сеткой другая с треугольной сеткой вот такая далее что у нас еще есть у нас здесь еще цилиндр конус так скажем торус грит ну грит фактически это тот же та же самая плоскость которая просто имеет уже сетку обратите внимание ведь у нас здесь уже она из квадратиком стоит состоит из полигон monkey это логотип блендера изначально ее зовут сюзанна она не просто здесь существует это такая знаете пасхалка соответственно сюзанна мы можем создавать и здесь есть еще у нас так называемый лэнский но лэнский нестандартный лэске и стандартный так как для того чтобы установить лэнский мне потребовался аддон и про аддоны мы сейчас как раз таки с вами и поговорим представим что лэске и вообще у нас нет с такими настройками есть соответственно что мы можем создать в синеме 4d теперь возвращаемся сюда в синеме 4d во первых объекты создаются с помощью вот этой пиктограммки куб мы можем на нее нажать и посмотреть какие здесь есть объект здесь их сильно больше если вы обратите внимание примитивных объектов у нас здесь сильно больше те же самые кубы цилиндры плоскости все что было сферы но помимо этого есть еще полигон по сути просто квадратик такой диск тоже кому-то зачастую нужно эта история конус фигурка есть но вот это самое юслус история очень редко кому нужно но есть ландшафт здесь он стандартный и имеет довольно большое количество настроек в данном случае есть у нас также так называемый ойл танк это типа цицерна такая видите она выгибается пирамидка платоник это такая вот история тюб то есть труба по сути тот же самый торос пончик и так называемый безе так называемый безе который мы потом с вами во что-то выдавливаем с точки зрения объектов с точки зрения объектов до отличается по количеству но по большому счету не критично не критично в данном случае какая критичная история у нас присутствует это возможность настройки объекта после его создания на примере той же самой давайте на примере цилиндра что у нас есть блендер если мы создаем объекты сейчас умник придет какой-нибудь скажет что можно через geometry note создать и все будет работать мы создаем пока так без geometry note сразу если мы так скажем просто из коробки создаем примитив то один раз настроив мы дальше все дальше мы не можем тут ничего остраивать в синеме этот момент сделан по-другому в синеме вы все-таки создав объект всегда можете вернуться к его настройкам если это собственно процедура параметрический объект так называемый тот объект который имеет свои уникальные параметры настройки здесь те же самые настройки радиуса настройки ратируемых сегментов то есть грани настройки сегментов по высоте ну и высота собственно также здесь сразу же из коробки мы можем настраивать так называемые фаски есть вкладка caps и вкладка caps у всех вот этих примитивных объектов в данном случае и мы можем настраивать здесь собственно фаски увеличивать их радиус увеличивать количество сегментов в этих фасках для того чтобы они были плавнее и получать сразу фаски из коробки в блендере для того чтобы нам здесь создать фаски даже если у нас супер сглаженный цилиндр супер сглаженный цилиндр чтобы создать фаску нам нужно делать лишнее движение нам нужно создавать модификатор был и у него уже настраивать всю эту историю то есть данном случае блендере казалось бы примитивное действие но требует лишнего шага требует лишнего тела движения поэтому с точки зрения работы с примитивными объектами здесь синему 4d конечно же впереди причем сильно перед но возникает всегда у нас сложность какая мы хотим объектов добавить мы хотим условно найти какие-то 3d модельки что есть в синему 4d синему 4d есть так называемый ассет браузер которые разработчики максона которые разработчики максона постоянно пытаются обновлять и здесь мы можем искать какие-то модель допустим мы здесь можно выбрать папочку models здесь есть у нас какие-то различные модельки различные модельки не совсем много сказал бы я даже мало их но они есть причем довольно неплохие мы просто два раза нажимаем она скачивается автоматом и сразу сцену к нам добавляется и вот наша собственно колоночка казалось бы это не ассет это стандартная функция именно браузер называемый то есть это именно от разработчиков максон то есть здесь все что так скажем максон сам добавляет и вот оксана как раз таки в этом и основная проблема фактически здесь есть у нас все с точки зрения того что нам нужно у нас есть модели у нас есть hd рай карты допустим какие-то у нас есть примеры даже сцен то есть казалось бы что тебе еще надо у нас здесь есть например этом но тех же самых у нас есть текстуры у нас есть с вами какие-то пресеты на материалы на те же самые но в чем собственно плохо плохо в том что это все управляется исключительно разработчиками и то что вот они сюда добавляют с течением времени то и получаете конечно мы всегда можем с вами воспользоваться гуглом и собственно пойти гуглить эту историю но сейчас как бы не хочется особо из программы выходить хочется вот здесь поиски набрать и сразу что-то получить в этом случае блендер конечно очень сильно впереди и помните я говорил про аддоны про то что так скажем блендере есть некий аддон аддон это собственно некий модуль плагин назовем его так который создается или самими разработчиками или третьими лицами соответственно в блендере есть настройка preferences и есть аддон в рамках которой в рамках которой присутствует у нас вот это все аддоны официальные которые вы можете установить включить под разные задачи а также сюда мы можем установить свой собственный аддон нажав кнопку install и предварительно его где-то на гугле вы скачал и вот одним из таких великих аддонов является blender kit online asset library вот здесь у меня есть менюшечка видите и собственно это и есть вот этот тот самый аддон который мне позволяет выполнять те же самые функции что в ассет браузере в cinema 4d искать модели искать материалы искать сцены искать hdri карты или искать собственно какие-то браши здесь допустим здесь поиск по моделям я хочу так скажем найти какую-то модель он коннектится к серверу бывает небольшой такой задум но это так скажем не критично и напишу здесь какое-то слово допустим соответственно ну давай работаем я хвалить тебя буду давай работай вот бывает такая история я написал какое-то слово и у меня здесь доступны сразу модель обратите внимание они какие-то замочкам какие-то без замочка собственно что такое замочкам это по подписке то есть можно купить подписку на блендер kit вот на этот и получать все платные модели в том числе можно не покупать скачивать бесплатно допустим вот этот модель она бесплатная просто два раза нажимаю вот она у меня скачалась здесь есть так скажем индикатор доллой не чаще материалов не подгрузится и соответственно я получу полностью так скажем рабочую модель полностью рабочую модель без каких-либо моментов материал подгрузился вот она сразу с материал то есть то же самое что и в cinema 4d фактически но блендер kit блендер kit вот смотри блендер kit вот так называется блендер kit это аддон от сторонних разработчиков и пополняется он не разработчиками блендера а собственно теми ребятами которые на блендер kit свои модели загружают что это нам дает это нам дает более широкий спектр выбор у нас все что так скажем ребята загружают на блендер kit мы можем с вами использовать в работе и этого сильно больше по количеству чем вот этой вот штуки здесь и опять же мы будем честны все-таки разработчики твари ленивые ну вот как хотите соответственно они очень неохотно все вот эти вот штуки дополняют обновляют и прочая прочая история здесь у нас не разработчики здесь у нас обычные ребята фрилансеры скажем так которые просто моделики свои загружают а там как-то их продают бандер киту соответственно здесь количество моделей количество материалов количество сцен и прочего кратно больше запомните поэтому с точки зрения так скажем добавления объектов сторонник не выходя из программы блендер начисто перечеркивает вот этот вот ассет браузер от максона за счет своего аддона blender kit также в блендере этих аддонов пруд пруди и вы можете под любую задачу найти себе этот аддон но с точки зрения импорта объектов блендер у нас с вами все перечеркивает поэтому здесь балл уходит блендер это сто процентов так как за счет своих аддонов за счет своей бесплатности мы так скажем работы и да это с точки зрения работ чем блендер так скажем здесь на мой взгляд менее удобен чем cinema 4d это существование внутри работы с объектом собственно существование как я уже показал бывает первое редактирование параметрических объектов и вообще работы с ними а именно использование вот этих вот постоянных настроек которые у нас есть и которые никуда от нас не денутся настройки радиусов настройки каких-то фасок настройки того же там текста том числе то есть текст в блендере тоже не совсем удобно добавляется на мой взгляд синего 4d делать просто добавил здесь тебя куча настроек выбор шрифтов вот эта вся история здесь у нас настройки собственно высоты межсточного расстояния настройки кернинга ну то есть межбуквенного расстояния здесь огромное количество жирность текста выдавливание точнее фаски те же самые настройки отдельные по lines отдельные по борцам по лектор саму строки слова и буквы сюда можно добавлять дополнительные эффекторы с точки зрения вот этих вот настроек после применения объекта их кратно больше чем так скажем в блендере потому что блендере фактически после применения того же текста после применения того же текста вот мы можем с вами применить текст что у нас так скажем здесь есть до ничего у нас нет фактически у нас здесь из настроек текста мы можем с вами что сделать собственно мы можем выбрать межбуквенное расстояние мы можем выбрать непосредственно шрифт непосредственно шрифт ну и в целом все то есть каких-то сильно крутых настроек нет даже для того чтобы сделать текст объемным нам надо его выдавливать то есть как вы понимаете работа с текстом здесь тоже не самая сильная сторона блендера в данном случае к сожалению так нет работать с ним как бы можно в целом но каких-то супер вещей здесь у нас нету с точки зрения работы с текстом это неудобно вот фактически это неудобно также что в блендере еще не так удобно как в Cinema 4D это работа в интерфейсе в самом с точки зрения существования в юборте я имею ввиду прежде всего перемещение объектов в блендере как вы можете заметить нету по умолчанию вот этих вот стрелочек за которые мы объекты двигаем как в Cinema в Cinema у нас есть вот эти вот показательные стрелочки которые позволяют нам двигать объект по осям которые также позволяют нам вот здесь вот за вот эти кружочки если потянуть менять там размеры допустим да какие-то сразу удобно также берем Rotation Tool у нас здесь сразу вот это колесо вращения или берем Scale Tool у нас с вами видите меняются на такие линии с кубами на конце которые позволяют нам скейлить это все дело причем скейлить можно по разным осям в блендере многие привыкли и в принципе это правильно к работе с Hot Game в блендере это выполняется в Hot Game нажимаем Scale у нас автоматом здесь все это скейлиться сразу по всем осям если мы добавим здесь X то скейлиться только по X если Y то по Y если Z то по Z многие заметили что в блендере ось Z это вертикальная ось мы привыкли все к оси Y вертикальная здесь это ось Z вот это меня очень долго смущало всегда конечно же есть все так скажем прибамбаться типа стрелочек но их невозможно включить допустим с клавиатуры необходимо заходить вот сюда вот нажимать тогда да тогда я здесь могу двигать нажимать сюда тогда я могу вращать нажимать сюда тогда я могу скейлить и так далее но это не совсем удобно и если ты так скажем в блендере не выучил просто вот эти вот ходки типа перемещения GX нажал по CX пошел GY нажал по оси Y пошел так же по Z если ты не так скажем вызубришь вот эти вот все истории с перемещением то это не совсем удобно в синеме более юзерфрендли как по мне более юзерфрендли как по мне это возможность банально за стрелочку объект подвинуть банально вот тут подвинуть банально вот тут банально переключиться повернуть как тебе надо это даже логично вот даже логично и интуитивно что ты так скажем хочешь объект направо повернуть вот ты вот за эту штуку берешь и направо тянешь shift зажимаешь чтобы шаг был в 5 градусов и вот потянул то есть это интуитивно в блендере это не интуитивно как бы мне кто не говорил поэтому за настройки объектов за существование во вьюпорте и за всю вот эту историю блендер не получает баллов а получает баллы Cinema 4D ну назовем это так балл получает Cinema 4D в целом когда мы говорим про сборку сцены то наша задача какая импортировать объект его расставить и собственно на этом это все и заканчивается поэтому вот эти важные этапы со сборкой сцены мы с вами проговорим дальше начинается куда более интересная вещь это текстурирование текстурирование это что для нас это работа с материалом при работе с материалами при работе с материалами мы с вами очень часто так скажем думаем как эти материалы создавать в Cinema 4D мы с вами можем создавать материалы двумя способами первый это если мы используем стандартный рендер вот здесь мы открываем справа сверху Material Editor так называемый это редактор материалов в рамках которого у нас отображаются все материалы в сцене соответственно здесь мы просто два раза кликаем у нас создался материал еще раз кликаем еще один материал еще раз кликаем еще один материал отсюда же мы можем всегда их редактировать то есть я допустим сейчас сделаю вот у меня три куба три материала вот так покрасим их как-то ну вот соответственно при работе с материалами не учитывая настроек самих материалов у нас в Cinema 4D есть что? есть вот этот Material Browser так называемый в рамках которого все материалы которые у вас есть в сцене если у вас сцена из большого количества объектов давайте какую-нибудь возьмем вот то здесь есть абсолютно все материалы которые в этой сцене используются и вы всегда можете просто открыть Material Browser и здесь сразу отредактировать это все соответственно это удобно если мы говорим про Blender если мы говорим про Blender то здесь для того чтобы добавить материал на объект у нас как бы отдельный Material Browser здесь как бы не присутствует нигде нам необходимо так скажем с вами перейти или в Material Properties или если мы прямо хотим посерьезки то в Shader Editor вот здесь для создания собственно на материал ну создадим какой-нибудь материал на куб мы нажимаем New у нас на куб создался материал в Blender материалы нодовые в Cinema 4D они теперь тоже нодовые поэтому как бы здесь паритет и с точки зрения так скажем базовых потребностей при создании материала у Blender сразу из коробки очень большой список опций то есть если в Cinema 4D у нас список опций у материала не такой большой если мы будем говорить по правильному давайте Redshift сделаем сразу эти материалы удалим переключимся на Redshift Redshift это сторонний движок рендера и создадим собственно Redshift материал то здесь у нас с вами здесь у нас с вами открывается отдельное нодовое окно сразу так же и здесь всего лишь несколько настроек это Diffuse Reflection Refraction но именно раздел еще шин но эти так скажем разделы они закрывают большую часть потребностей в Blender же мы с вами также имеем большую ноду для работы по умолчанию называется она Principle BSDF мы можем как редактировать ноду здесь так и собственно закрыть вот эту штуку и редактировать ноду вот отсюда здесь мы можем с вами менять цвета допустим менять какие-то настройки сабсюрфейсов менять спекуляры менять металлизированность этого всего то есть казалось бы казалось бы вариаций это куча но как только мы хотим создать что-то более сложное допустим ту же самую стекляшку вот из этой ноды стекляшку уже создать не особо хорошо получится поэтому здесь нам нужно с вами переключать surface переключать поверхность на глаз есть мы создали стекляшку и она реально стеклянная на самом деле видите она прям прозрачная у нас с вами получилась я даже знаете как сделать доказать что это стекляшка я один еще куб возьму и на фоне поставлю настройки ими возьмем свет давайте знаете как сделаем вот так соответственно это стекло это стекло просто замыленное мы уберем замыленность и вот оно у нас здесь есть оно у нас здесь отражает соответственно это по сути обычная стекляха но когда так скажем мы делаем вот эту стекляху она видите у нас прям как зеркало сейчас мы потеряли с вами возможность остальных настроек видите у нас нода глаз она стала маленькая такая соответственно мы здесь можем конечно цвет поменять и все и как бы зернистости добавить зернистости добавить и айор крутить айор это коэффициент преломления стекла все больше здесь ничего нет и если мы хотим собственно создать какой-то материал цветной но при этом стеклянный еще с какими-то дополнительными параметрами здесь нам уже нужно сильно много думать нам нужна нода принцип бсдф сюда добавлять опять же это уже все это уже шейдрайд принцип бсдф так же мы хотим чтобы у нас материал был с бликами с какими-то с какими-то с сабсерфейсами с просветами да тут бейскола поменяем на какой-то другой соответственно здесь поменяем материал на какой-нибудь другой еще что-то какая-то металлизированность у нас присутствует допустим но при этом еще и стеклянный соответственно здесь нам нужно эти две ноды смешивать это нам нужно микс шейдер брать ноду смешивать одну в другую третью и вот здесь уже с ними так скажем работать для того чтобы получить там какой-то опять же стеклянную уже более сложную историю то есть в данном случае как только мы хотим создать материал чуть более сложный чем так скажем базовая нода нужно очень много думать и прежде всего знать комбинации этих нод то есть просто так наугад тыкать тоже не особо получится здесь нужно знать именно комбинации этих нод и хотя бы понимать банальную логику работы большинства базовых нод таких глаз глосси принцип пол и так далее cinema 4d когда мы хотим делать собственно какой-то материал допустим тот же самый стеклянный нам нужно думать чуть-чуть меньше связано это с тем что в base properties у стандартного расшифровского материала уже есть все эти настройки допустим refraction transmission вот она у нас это как раз таки история с стеклянностью то есть нам не нужно здесь добавлять что-то мы просто какие-то ноды в комбинации мы просто с вами добавляем параметры видите очень удобная превьюшка которая есть здесь мы можем с вами просто использовать параметр один слайдер для того чтобы добавить стеклянность дальше все те же самые истории с цветами у нас остаются то есть они никуда не делись все те же самые истории с отражениями у нас остаются они никуда не делись и собственно ничего мы не потеряли добавив стеклянности то есть в блендере мы потеряли большее количество настроек здесь мы их не теряем поэтому для базового создания материалов Redshift материалы в Cinema 4D подходят лучше они как-то проще с точки зрения понимания они проще с точки зрения работы именно с использованием одной ноды и они в этом плане как-то для новичков попроще конечно если мы хотим создавать более сложные материалы то что в блендере что в Cinema 4D нам нужно это все дело комбинировать допустим мы возьмем с вами давайте посмотрим как здесь материалы даны то есть это фактически все однонодовые материалы сцена выглядит сейчас я вам включу рендер сцена выглядит вот таким образом вот таким образом это все однонодовые материалы и опять же что очень удобно в Cinema 4D что я могу просто вот отсюда взять и выбрать любой материал в сцене и его отредактировать в блендере я не могу взять материал любой в сцене мне нужно выбрать объект и у него уже брать материал который есть на этом объекте у нас конечно в блендере также есть материал браузер вот так он выглядит здесь я могу просто на объект материал помещать на объект материал помещать и все какого-то общего материал браузера у меня здесь как такового нет также не интуитивно в блендере что что я не вижу не заходя в настройки объекта не заходя в настройки объекта я не вижу какой материал применен к тому или иному объекту вот так у меня рендера нет я материала не вижу как бы все какой какой а вот непонятно здесь я это вижу так как существует система тегов. Одними из тегов здесь являются материалы. Видите? Здесь показывается, какой материал применен на тот или иной объект. Это очень удобно с точки зрения опять же существования в рамках сцен. Это прям я считаю большим плюсом. С точки зрения сложности материалов здесь, так скажем, в Cinema 4D можно делать примерно то же самое, что и в Blender. Если мы прям в задротство, так скажем, с вами уходим, да, в так называемое но по большому счету с точки зрения опять же юзабилити удобнее в Cinema 4D. Опять же что еще удобнее в Cinema 4D с точки зрения материала? Обратите внимание на viewport, когда у меня не включен рендер. Что мы видим? Мы видим цветные объекты мы видим цветные объекты, которые как минимум намекают нам, какие материалы на них накинуты. То есть если вот здесь мы видим два куба, мы понимаем, что на этот применим красный материал. Да, он не выглядит так, как хорошо может выглядеть на рендере, потому что здесь свет не отображается, ничего не отображается. Но мы понимаем, что здесь просто красный материал. Сразу мы видим, смотря на viewport, какой материал применял. В Blender, если мы существуем в рамках не рендеренного viewport, то они все серые у нас. Мы можем, конечно, эту штуку включить, типа такой viewport shading так называемый. Да, и здесь у нас будет уже какие-то рендеры, какая-то что-то. Но в большинстве своем мы работаем вот в этом режиме. Соответственно, здесь, так скажем, мы не видим хотя бы банально цвет материала. Это уже дало бы нам, так скажем, момент с точки зрения работы. Здесь этого не видим, поэтому все-таки Cinema 4D, работа с материалами я считаю удобной. Вал получает у нас Cinema 4D. Идем дальше. Анимация. Соответственно, анимация это, как правило, основной момент, который мы создаем при создании, собственно, индоса, так как, в целом, индосы всегда анимированы. И анимацию можно разделить на два типа. Это анимация с помощью keyframe и анимация с помощью, так скажем, точнее, анимация с помощью keyframe обычного объекта, когда мы его двигаем, когда мы его там увеличиваем, уменьшаем, когда мы его поворачиваем. И анимация с помощью непосредственно дополнительных возможностей. Она может быть, как и с помощью кейфреймов, когда мы в синеме филды будем двигать, и также может быть с помощью каких-либо дополнительных сил. Я имею в виду ту же самую силу гравитации и так далее. Начинаем с блендера. В блендере перед нами предстают, собственно, здесь у нас есть, как я уже говорил, граф-эдитер. В блендере мы можем анимировать точно так же, как в синеме 4D, абсолютно любой параметр, напротив которого стоит значок кейфрейма. Значок кейфрейма — это вот эта точка. Допустим, я могу менять положение объекта с помощью анимации. Я выбираю 3-8 сразу. Видите, в таймлайне у меня появляется здесь, собственно, этот объект. Ну и я его, допустим, давайте куда-нибудь его подвинем. Давайте вот так подвинем, только по одной из осей. Остали можно было не выбирать. Вот. Здесь у нас анимация. Здесь у нас анимация. Да, есть, Вань, есть. Соответственно, обычная кейфреймная. Что мы можем с ней делать? Здесь, как раз таки вот к вопросу об экспрессионах, смотри, есть классная вещь, которой нет в синеме. Сейчас чуть-чуть попозже покажу. Когда мы делаем анимацию, первое, на что мы смотрим, это графики. То есть, ну, давайте будем сразу, так скажем, в дебре. Графики анимации, они важны, потому что с помощью них мы регулируем, так скажем, скорость. В блендере, используя граф-эдитер, мы с вами получаем, по сути, стандартные графики, value, стандартные графики значения, как в Cinema 4D. Мы можем, так скажем, их применять. Допустим, вот я чуть-чуть первую точку подвину, у меня теперь, видите, объект поменял скорость движения. Ну, давайте вот эту точку теперь подвинем. У меня наоборот будет, видите, он как бы с разными скоростями у меня двигается по одной и той же траектории, но за одно и то же время. То есть, здесь графики анимации, они фактически обычные. Это график value, с помощью которого мы регулируем историю со скоростями. Также в блендере есть прикольная штука, есть прикольная штука. Это пресеты. Это пресеты, собственно, пресеты на кейфреймы, пресеты на какие-то вещи. Вот здесь вот у нас есть вкладка interpolation, вкладка interpolation, где по умолчанию у нас всегда стоит с вами безе, но есть дополнительный динамик эффекты, так называемый. Это back, bounce и эластик. Ну, вот сам пример, самый прикольный пример это bounce. Вот, все, заработал. Соответственно, что такое bounce? Обратите внимание на график, который получился. Это затухающее колебание, которое создал нам блендер самостоятельно. То есть, я всего лишь включил здесь пресет bounce. Соответственно, здесь у меня, видите, теперь затухающее колебание. И выглядит это вот так. То есть, количество, так скажем, определенное количество, количественное колебание для того, чтобы создать вот этот вот эффект. То есть, здесь я ничего не делал, я просто выбрал этот пресет в качестве из хомового. Также есть эластик, допустим, который делает нам такой тип истории. Такую эластичную. И есть так называемый back, который просто немножко заезжает нам назад. Вот так. То есть, это, что касается вот этих вот пресетов, это действительно очень интересная, очень классная вещь с точки зрения каких-то, создания каких-то анимационных моментов. моментов. Что мы еще можем делать с объектами? Ну, естественно, мы можем анимировать им какие-либо свойства. Какие свойства мы можем анимировать в блендере? Мы не можем с вами, исходя из того, что у нас там с вами уже нередактируемые параметры, мы, допустим, не можем менять количество грани прямо из коробки. Нам нужно что-то тут придумывать. Мы не можем с вами анимировать какие-то вот базовые моменты, которые хотелось бы анимировать. Но при этом мы можем работать с вами с модификаторами. Есть в блендере такая штука, называется модификаторы, с помощью которых мы можем также что-то, так скажем, делать с объектами, и их в том числе анимировать. Ну, допустим, вот у нас есть Bevel. У Bevel есть amount. Ну, мы можем, естественно, этот amount также анимировать, для того, чтобы были какие-то там фаски, что-то такое. Вот таким вот образом, да? То есть любой параметр, на, так скажем, основе которого, на фоне которого стоит вот этот кружочек, мы можем анимировать. Speed Graph в блендере нет. В синеме есть полу-speed graph, сейчас про это поговорим. То есть в 3D-редакторах, как правило, вместо графика скорости используется все-таки график значения, то есть value graph по аналогии с After Effects. Соответственно, здесь как бы выбор простой. Мы можем анимировать все, что угодно, и это очень просто, и это очень легко. Также, что еще мы можем делать с точки зрения движения объектов? Заставлять их двигаться автоматически, без нашего участия, с помощью влияния каких-либо сил. Допустим, используя силу гравитации. Для этого в блендере, как и в Cinema 4D, присутствуют так называемые модули динамики. Модуль динамики мягких и твердых тел. Соответственно, динамика твердых тел выглядит вот таким образом. Мы берем с вами кубик. Мы берем с вами кубик. Мы берем с вами какой-либо плейн. И кидаем этот кубик на плейн. Здесь мы вернем таймлайн, чтобы просто удобно было управлять. Нам не нужен пока график больше. Мы добавляем, собственно, на плейн настройку rigidbody. Ставим пассив. И на куб rigidbody ставим актив. Вот он у нас, собственно, падает. Причем падает физически корректно, с отскоками. Все зависит от того, как вы это все дело настроите. Можно настраивать как угодно. Массу менять. Можно силу трения менять. Еще что-то. То есть, если я, допустим, вот так вот плейн загнул. Так, плейн загнул. И нажму плейн. То он у меня будет вид скапываться. Это базовая динамика твердых тел. Как говорится, физика пятый класс. В блендере это присутствует. И это хорошо. Также присутствует, естественно, динамика мягких тел. Вместо куба мы возьмем с нами какую-нибудь сферу. Ее поставим также выше. И включим настройку динамики мягких тел. Я заранее говорю, я вот не особо объясняю, как тут что включать. Потому что, по сути, не обучающее видео, а сравнительное. Поэтому все, что касается подробных настроек, подробного изучения и обучения, как вот этим пользоваться, этим мы занимаемся на курсах. Блендер базовый и синемый 4D базовый соответственно. Мы берем плоскость, включаем ей коллайдер. Берем коллайдер здесь. И у сферы включаем, собственно, soft body. Вот таким образом. Далее мы просто кидаем сферу. Убираем гол. Мы кидаем сферу. И вот она у нас тут сплющивается. В динамике мягких тел мы также можем настраивать много что. Мы также можем настраивать много что. Там включим бендинг какой-нибудь, для того, чтобы она была потверже. Вот видите, она у меня уже вот так вот работает. То есть это мягкое тело. Тело, которое умеет сжиматься. Тело, которое умеет деформироваться. За счет влияния, так скажем, на него каких-то других тел. В данном случае оно сталкивается с плоскостью. И плоскость на него влияет. Это второй столб. И есть третий столб. Называется динамика тканей. То есть помимо мягкого тела существует еще такое понимание, как ткань в 3D графике. И это тоже один из критериев сравнения всегда. Мы возьмем с вами, собственно, плоскость. Поставим ее выше. И будем кидать на куб в качестве тряпки. У куба мы должны сделать коллайдер. У ткани мы должны сделать close. Если мы сразу нажмем play, то она вот так вот у нас упадет и просто будет лежать мертвым грузом. Это связано с тем, что plane, если мы посмотрим на его сетку, у него нет сетки. То есть он, видите, он у меня просто из одного полигона состоит. Соответственно, это, так скажем, не рабочий момент, так как ткань и вся вот эта тряпочность и мягкость в том числе образуется за счет, так скажем, за счет большого количества полигонов для того, чтобы грани деформировались относительно друг друга. Для того, чтобы получить уже какую-то видимую тряпку, наша задача просто создать сюда сетку. С точки зрения создания сетки в блендере очень удобно. Просто нажимаем subdivide. Вот, у нас уже 4 полигона есть. Еще раз subdivide, еще раз subdivide, еще раз subdivide. Нам хватит вот такой сетки. Нам хватит вот такой сетки. И мы просто нажимаем play и смотрим, что происходит. Вот у нас уже какая-то тряпка. Да, мы видим тут большое количество полигонов. Это не суть важна. Давайте еще раз subdivide сделаем. Вот она уже более, так скажем, у нас какая-то интересная. Все вот эти вот внешние артефакты всегда сглаживаются путем добавления subdivision surface. Использование shade smooth. И вот она у нас плавненькая тряпочка. Вот она у нас теперь здесь есть. И вот так оно падает. Очень, в принципе, удобная вещь. Пока все работает, все хорошо. Где подводный камень? И как бы не может быть все так хорошо. Действительно, есть подводный камень в этой всей истории. И называется он совмещение этих двух или трех даже динамик в рамках одного. То есть, если я хочу сделать так, чтобы у меня куб вот этот падал на плоскость, а потом вот эта тряпка падала на него сверху, я столкнусь с проблемой. Давайте попробуем с вами повторить. У нас есть заготовка. Вот такая. И давайте немножечко подумаем логически. Что нам нужно еще? Нам нужно еще один пол. Еще один пол. На который, собственно, будет падать этот куб. Мы этому полу включаем коллайдер. Так как динамика, так скажем, твердого тела вот такая. А вот этому кубу мы добавляем еще динамику твердого тела, так скажем, вместе с динамикой коллизии от ткани. Что получается? Вот так вот раз, два. Что происходит? А оно не работает. Вот эта штука, вот эта штука не воспринимает то, что куб у нас улетел. Она думает, что куб стоит на месте. Видите? Как бы куб-то улетел, а она на него не среагировала. Сразу скажу, здесь можно миллион настроек крутить, но корректной работы вот этой вот всей истории мы не добьемся. Даже если мы сюда добавим еще динамику rigidbody, вот этой тряпки, то у нас тут все вообще сломается, ничего работать не будет и так далее. То есть в данном случае при совмещении двух видов динамики в рамках одной анимации мы с вами садимся в лужу. То есть здесь вроде как все работает по отдельности, но когда мы начинаем это все дело совмещать, это не работает. В этом парадокс. Также, помимо вот этих вот динамических свойств, как мы еще можем анимировать? Мы можем анимировать с помощью влияния объекта на объекты каких-либо других объектов. Самый простой пример, он не простой с точки зрения визуализации, это использование ноды proximity для того, чтобы генерировать что-то и этим чем-то управлять. У меня есть вот такая сцена. У меня есть вот такая сцена, я ее даже упрощу, чтобы, так скажем, у тебя нет, что это мы будем упрощать? У меня есть вот такая сцена, где есть вот такой метеорит, условно, да, который создан с помощью геометрических нод. Тут у меня есть просто ноды displacement и так далее. Можно убрать вот эту историю с выдавливанием для того, чтобы было проще. И есть какие-то камни, тоже созданные отдельно. Камни появляются по контуру сферы в данном случае. И управляется это все движением другой сферы, вот этой вот. Видите? Где у меня сфера, там вот эти камни. Это один из способов анимации, если я сферу вот эту анимирую по позишину, просто, вот эту вот сферу. Мы отключим ей. Вот отсюда, допустим. Вот сюда она у меня будет пролетать, вот так вот. Вот. И теперь ее выключу визуально. У меня будет вот такая анимация. Видите? Вот эти камушки у меня растут. И потом, так скажем, исчезают за счет того, что сфера пролетает. Опять же, вот это все Blender базовый. Мы на Blender базовом учимся с нуля делать эту сцену. Соответственно, для того, чтобы мне создать вот такую вот историю, давайте мы вот это удалим, мне пришлось городить вот такую штуку из нод. То есть, для того, чтобы создать просто вот эту вот контролируемую анимацию. Контролируемую анимацию. Мне пришлось городить здесь вот так вот сильно много. То есть, выглядит, если честно, для тех, не для DaVinci юзеров, как тут некоторые, а просто для вот людей, которые вообще первый раз видят ноды, выглядит очень сложно. И с точки зрения создания вот таких анимаций, в Blender это действительно возможно. Но, так как Blender не под это затачивался, а все-таки больше под статику, это делается немножечко, так скажем, не самым удобным путем. Теперь мы сравним. Наша задача, вот видите, у нас здесь есть просто раз сфера. На ней какие-то. Вот даже если мы просто представим, что вот эти камни не моделить, просто сфера, на ней маленькие сферы, которые вот так управляются. В Cinema 4D мы можем это сделать с вами меньше, чем за минуту. Если честно. Поэтому теперь давайте мы перейдем в Cinema 4D и посмотрим анимационные возможности у нее. Итак, мы начинаем с простого. Мы начинаем с простого. Это с анимации, собственно, кейфрейм. Открываем таймлайн. Открываем таймлайн. И делаем здесь то же самое. Мы ставим кейфрейм. Куда-то сдвигаем наш объект. Ставим еще один кейфрейм. Вот. Все то же самое здесь у нас присутствует. Вот он у нас двигается. Также, что касается графиков, мы включаем режим Show Velocity. Мы здесь вот включаем режим F Curve Mode. И вот наши графики. И отвечая на вопрос, где график скорости, здесь он есть. Видишь? Здесь я его вижу. Здесь я его вижу. Но я не могу им управлять. То есть, в данном случае у меня есть три графика, опять же, на движение. Вот так вот. Я управляю ими. Но. Я управляю одним графиком. Но могу хотя бы визуально ориентироваться на другой. То есть, здесь хотя бы визуально, но я могу ориентироваться на вот этот график. Это как раз таки вот эта штука. Это и есть график скорости. То есть, это удобнее, чем графиком движения управлять. График скорости, он куда удобнее для понимания. И вот. В нашем случае здесь. Здесь работа с графиком скорости присутствует. То есть, таймлайн в Cinema 4D сделан удобнее. Но. Здесь нет вот этих вот пресетов типа баунса. Ну, как бы и ладно. Ну, как бы. Лучше иметь график скорости, потому что ты будешь им пользоваться каждую анимацию, чем пресет баунса, которым ты будешь пользоваться раз в 500 анимаций. Поэтому здесь у нас присутствует график скорости. И это удобно. Далее. Кейфреймная анимация, по сути, одинаковая. Тоже. Любой параметр, который, против которого стоит у нас, есть вот рамбик, мы можем анимировать. Это все просто. Динамик. С динамикой в Cinema 4D работать приятнее, чем в Blender. На мой взгляд. Потому что она удобнее для работы. Опять же, стандартная вещь. Мы берем Plane. Мы берем Cube. Кидаем Cube на Plane. Что для этого нам нужно сделать? На Cube мы кидаем Rigid Body. На Plane мы кидаем, собственно, Collider Body. Все, кидаем. Вот он у нас. Давайте таймлайн увеличим. Там, да. 250 кадров. Вот он у нас падает. Все то же самое. Настройки и динамики здесь тоже примерно схожи, как и в Blender. Здесь есть примерно одни и те же параметры, которые присутствуют. Соответственно, здесь ничего нового нет. Но. Что мы можем здесь сделать? Мы можем, не отходя, так скажем, от тега, переключиться сразу в SoftBody. Это тоже немаловажная вещь. Нам не нужно дополнительный функционал добавлять. Мы можем просто переключиться в SoftBody. Прямо вот раз. Включил SoftBody. Есть несколько режимов. Соответственно, сделаем Made of Polygon Lines. И вот у нас теперь Cube мягкий. Он, правда, нифига не мягкий. Потому что, опять же, сетки нет, если мы посмотрим внимательно. Но мы можем, опять же, не делая никакие сомневайды, просто здесь вручную сегментов накидать ему. Вот так. И вот мягкий. Вот он у нас теперь сплющивается. То есть, видите, насколько здесь экономнее с точки зрения времени это происходит. Мне не нужно нам дополнительные свойства добавлять. Ничего. У меня все. Вот одна кнопка. Одна кнопка. Я и управляю здесь. Вкл-выкл. Далее. Когда мы говорим про совмещение двух динамик. Допустим, у меня есть один куб. Один куб. Я добавлю еще одно мягкое тело. Допустим, сферу. Сферу. Поставлю повыше. И добавлю к ней, собственно, soft body динамику. Здесь никаких проблем нет. Они контактируют друг с другом. Раз. Видите, она от него отскочила. Все. То есть, вот это у меня твердые тела. Вот это мягкое тело. И все друг с другом взаимодействует. Все работает. И все хорошо. Сюда еще сверху тряпочку. Да, пожалуйста. Берем play. Берем play. Добавляем ему, собственно, ну, в soft body добавим, опять же. Можно close отдельно еще добавить, как вариант, если захотим. Ну, здесь можно что угодно опять же сделать. Вот у вас мягкая тряпочка. Ну, только здесь настройки, собственно, у нас довольно-таки странные. Вот, потому что это все-таки динамика мягкого тела. Здесь мы можем добавить close. Вот, можем сюда добавить close. Вот, и добавим также потом close collider. Где у нас здесь? А, собственно, simulation tag. Close. Коллайдер. Вот, на всю эту историю. Дополнительно добавляем. И вот она у меня вся с ним. Видите, у меня сфера тряпку просто снесла теперь. Все взаимодействует. У нас три вида, так скажем, динамики. Три вида динамики. И все друг с другом взаимодействует. Все. И тряпка, и твердое тело, и мягкие тело. Блендер бы уже умер от того, что происходит. Поэтому динамические истории в Cinema 4D сильно круче. Это факт. Идем дальше. Собственно, мограф. Мограф это инструмент, который полностью создавался для анимационных вещей. Поэтому он позволяет творить вообще невообразимое. Вспомним с вами ту анимацию, про которую я говорил в блендере. Вот эту. У нас вот такая анимация. Которую пришлось городить из вот такого количества нот. Как это можно сделать в Cinema 4D? Ну, что нам нужно по объектам? Нам нужна сфера. Собственно. На которую мы будем помещать это все дело. Ну, стандартно, да? И у нас нет камней. Мы возьмем еще одну сферу маленькую. Которая будет имитировать камень. Вот она. Все. Что нужно сделать? Нужно первое, поместить. Как помещать? Очень просто. Мы берем объект в мографе, называется клонер. Он позволяет объекты клонировать. Мы помещаем маленькую сферу сюда. И он нам ее вот так вот расклонировал. Мы просто-напросто в режиме клонера выбираем объект и помещаем вторую сферу сюда. Вот они уже стоят на месте. Уже ничего не надо делать. Все, уже готово. Выбираем, так скажем, давайте сделаем поменьше, чтобы посимпатичнее выглядело. Выбираем или количество, или можем режим, так скажем, позиционирования здесь выбрать. Не важно. Давайте количество. Все, вот. У нас уже все расставлено. Все, мы потратили 15 секунд на это дело. Дальше нам нужно такую же историю сделать с анимацией. То есть, чтобы когда там что-то проходит, они как-то частично появлялись. Очень просто. У нас существуют в мографе так называемые эффекторы. Их тоже огромное количество, которые позволяют нам это все дело сделать. Во-первых, мы можем еще разнообразнее сцену сделать, рандомизировав размер этих сфер. Мы просто берем клонер, оставляем на нем выделение, чтобы он автоматически добавился. И берем рандом эффект. У рандом эффекта мы берем скейл и рандомизируем. Видите, у меня теперь сферы все разного размера. Вообще за секунды. Просто за секунды. Далее мы с вами опять же берем клонер, берем плейн эффекта. И здесь делаем скейл минус один. Все, все сферы пропали. Далее в этот, так скажем, плейн я просто кладу зону ограничения действия в виде той же самой сферы, чтобы все было как там. Вот так вот. И зону действия анимера. Можно инвертировать зону действия. Где у нас тут? Ремаппинг и инверт. Вот, для того, чтобы получить как раз скилл этот эффект. Вот. И обратите внимание, обратите внимание, насколько приятно и комфортно быстро работать в агипарте. Я тут что-то двигаю, что-то сижу. Еще какие-то моменты. Все очень быстро. В блендере же, в блендере же. Вот эта история, вот, с движением вот эта сфера, вот я ее двигаю, начинаю, смотрите. Видите, оно все как-то тормаживает очень сильно. Потому что здесь у нас выполняется миллион процессов генерации нод вот этого вот всего в синеме. Вот это прям просто секунды. Секунды. То есть, это все очень легко. Также в синеме сразу из коробки можно прям резвиться с этим всем очень сильно. Ну, хотите, я вам разобью сейчас сферу. Прямо за секунды. Также беру сферу, беру сферу, беру плоскость, беру плоскость, поднимаю глаза чуть выше и здесь беру так называемый вороной. Где вороной? Где вот? Вороной. Сферу перемещаю в вороной. Она мне ее сразу разбивает на кусочки. На кусочки. Вот видите, она теперь из кусочков состоит. Теперь я просто вспоминаю про динамику. Сюда. Сюда. Погнали. Все. Все проще простого. Идите попробуйте так сделать в блендере. Проще простого. Также еще один из примеров. Еще один из примеров. С динамикой опять же и со всем этим. Мы берем ту же самую сферу. Берем ту же самую сферу. Ее в клонер. То есть мы уже с вами поняли, что клонер умеет клонировать. Вот так вот раз. Много-много-много сделал. Опять же динамику. И сферку засыпал. Все. Вот тебе все тут падает. Вот тебе миллион объектов. То есть в данном случае, в данном случае синим и 4D нет равных по анимации и по работе с двигающимися объектами совершенно. Здесь можно, так скажем, как угодно про это думать, но это факт. Поэтому и это, ну, прям верхушка айсберга. Прям верхушка айсберга, которая в целом работает очень легко. Ткань чаще рвется, чем не рвется. Поэтому тут такой момент. Анимация. Тут Cinema 4D безоговорочный виден. Смысла нет об этом спой. Следующий пункт. Работа с камерой. И вот тут, опять же, мы с вами попадаем примерно в такую же ситуацию, как и анимация. Почему? Опять же, Blender штука статичная во многом. То есть во многом Blender это действительно статичная вещь. И, соответственно, и возможности работы с камерой там, естественно, чуть более ограничены, чем в Cinema 4D. Что у нас есть в Blender по камере? Мы можем камеру создавать. Это уже хорошо. Без использования каких-то андонов у вас всего лишь вот эта вот одна камера. Вот эта вот одна камера, которая есть. И больше ничего. Мы можем перейти в нее. Здесь, собственно, View. Lock Camera to View, чтобы двигаться вместе с камерой. И вот она у нас здесь есть. То есть мы можем с вами выставлять камеру. Мы можем также ее анимировать. Анимировать. Допустим, я хочу анимировать положение камеры. Вот так вот, допустим, делаю раз. Как-то отъеду просто. Вот так, допустим. Два. То есть мы можем анимировать положение камеры. Мы можем пользоваться, так скажем, дополнительными настройками этой камеры. Настройки камеры в Blender неплохие. То есть в целом настройки неплохие. Она позволяет нам делать эффект Depth of Field. То есть это эффект размытого фокуса. Возьмем там. Рендер, допустим, с вами. Сделаем здесь. Сценлайт. Вот так вот сделаем с вами, да? Вернемся в настройки. Cycles. GPU Compute. Это я сразу выставляю рендер просто. Где камера? Идем в настройки камеры. Здесь мы можем Depth of Field сделать. То есть эффект фокуса сразу из коробки, которая нам, в принципе, здесь присутствует. То есть видите, у меня сзади теперь объекты более размыленные, спереди более четкие. То есть эффект фокуса неплохо здесь реализован. Вот так было. Вот так стало. То есть Depth of Field в принципе неплохо в данном случае. Можем focal лен делать. То есть уменьшать, увеличивать. Для того, чтобы искажать объекты дополнительно визуально на камере. Ну и стандартные сдвиги какие-то, клиппинг камеры, если хотим. Здесь тоже это все присутствует. То есть в данном случае там сенсор фит, то же самое, размер сенсора. Это все нам доступно. Возникает вопрос. Че ж тебе еще надо, собака? Как говорится. Мне хочется всегда, как человеку, который делает анимацию, каких-то более интересных вещей. Как минимум, как минимум, я хочу, не выходя из программы, сделать склейку из трех камер. Все. Мы сели в лужу. Без использования сторонних аддонов мы не можем делать склейку из трех камер. А уж тем более морфинг. Мы не можем делать морфинг. Мы можем просто отрендерить одну камеру с вами. И все. В этом проблема блендера в данном случае. И идет она, опять же, оттуда же и откуда предыдущая с анимацией. Блендер не умеет хорошо в ноушен графику. Он умеет в статику. То есть мы можем делать стандартные настройки камеры, но при этом мы не можем сделать морфинг. В 2023 году мы не можем сделать морфинг из трех камер, как они называют, в самом перспективном 3D редакторе. Это куда вообще? В целом, для статики, статичная камера или анимация камеры в два кейфрейма подойдет. Есть всевозможные таргеты. То есть мы можем взять обычную камеру. Обычную камеру. Мы можем прикрепить к ней constraint, так скажем, track tool. Поставить вот эту сферу в качестве таргета. И у меня камера всегда будет на нее смотреть. Видите? То есть у меня сфера анимирована и камера как бы на нее смотрит. Это мы можем. Но мы не можем делать мультикамеры. Делать склиху из трех камер. А в синеме можем. Cinema 4D камеры. Во-первых, те же самые настройки. Мы пока не берем вот эти все motion камеры. Это уже, так скажем, будет добивочно слишком для блендера. Стандартная камера имеет те же самые типы настроек, которые мы практиковали с вами в блендере. То есть это фокусное расстояние. Это, так скажем, sensor size, так называемый. Здесь есть дополнительные еще настройки рендера от Redshift. Но про них мы поговорим в следующем пункте. В целом вот те же самые настройки. Те же самые настройки. Анимируются точно так же. Раз. Два. Вот у меня камера летит. Казалось бы, ну, то же самое, но нет. В Cinema 4D есть дополнительные инструменты, которые нам позволяют с камерой работать чуть более интересно. И прежде всего это мультикамерность. То есть мультикамерность это в целом то, чего очень не хватает в блендере, когда мы говорим про какие-то сложные анимации, про какие-то сложные заставки. Приходится рендерить там сначала одну камеру, потом другую камеру, потом третью камеру и все это делается по новой. В Cinema 4D можно сразу смонтировать ролик. Прям вот с помощью камер. Не от рендеринга уже, а прямо вот до рендера. Создадим с вами еще камеру. Назовем ее 2 и будем, собственно, работать. Первая камера у меня двигается с нулевого по 90 кадр. Вот здесь вот. Вторая камера будет двигаться с 90 кадра. По 180 кадр. Вот так вот она зумить будет. Вот так вот. И третья камера будет двигаться с 180 по 270 кадр. Возьмем третью камеру. И ее как-нибудь выставим. Допустим, как-то вот так. Ставим здесь keyframe и ставим здесь keyframe. Если мы выйдем из всех трех камер, то мы видим, что у меня три камеры. Вот раз, два, три. В блендере тоже можно создать три камеры. Но потом что с ними делать, непонятно. А здесь вот первая, потом вторая, потом третья. И теперь я хочу эти все камеры склеить между собой так, чтобы у меня в итоге получились переходы. Я беру инструмент Camera Morph. Но, так скажем, беру его несколько не из коробки. Я создаю еще одну камеру, которая будет называться Morph Camera. И на нее применяю Camera Tag, Camera Morph. Это нам позволит использовать Redshift настройки камеры и при этом, так скажем, использовать Morph. Далее здесь я уже сразу могу выбрать Simple Morph или Multi Morph. То есть Simple это между двумя камерами. Multi это между более чем двумя камерами. Ну, у нас три камеры, поэтому мы сделаем здесь, собственно, три камеры. У нас появляется следующая история. Теперь за счет анимации параметра Blend мы можем между камерами перелетать вот так вот. То есть если мы будем делать склейку в один кадр, то есть Blend анимировать в один кадр. Здесь 0, следующий кадр сразу 50. У нас будет простая склейка. Но, если мы будем делать с вами более плавную анимацию, у нас получится еще и между камерами классный перелет. Давайте сначала сделаем склейку. Мы помним, что первая камера летит до 90 кадра, вторая с 90 кадра. Поэтому мы переходим на 90 кадр. Выбираем параметр Blend. Сделаем здесь Keyframe. И в 91 кадре ставим 50%. Таким образом, наша Morph камера оказывается ровно на второй камере. Далее, вспоминаем, что здесь до 180, мы переходим сюда и на 181 ставим 100%, чтобы оказаться на третьей камере. Теперь переходим в камеру Morph и вот у нас смонтированный ролик. Все очень просто. И вот эту камеру Morph мы потом рендерим. Соответственно, увеселим ситуацию и сделаем анимацию не в один кадр, а, допустим, чуть поплавнее. То есть, анимация перелета между первой и второй камерой у меня будет занимать вот это количество кадров. Анимация перелета между второй и третьей тоже раздвинем немножко. Вот так. Если мы со стороны посмотрим, то есть теперь у меня двигается первая камера. Дальше моя Morph камера начинает перелетать на вторую. Двигается вместе с ней, а потом перелетает еще и на третью и двигается вместе с ней. Здесь можно еще поплавнее сделать. Что на выходе нам дает, что на выходе нам дает. Вот такой прикол. Раз. Дальше мы полетели к другой камере. Дальше мы полетели еще к одной камере. Раз. И все. Таким образом, при правильных настройках здесь скоростей и при правильных настройках таймингов, мы получаем классные бесшовные перелеты, которых хрен где добьешься. Очень легко и очень удобно. Когда в блендере добавят такой аддон, многие будут писаться отчасти. Но пока, так скажем, работа с камерой вообще просто на 10 голов выше в блендере, в отличие от Cinema 4D. И здесь, конечно же, Cinema 4D, опять же, обладает гигантским преимуществом. Тут как бы вопросов особо нет. Ну и, так скажем, следующий пункт – это освещение. Что касается освещения, то в целом я бы сказал так. Блендер, как и Cinema 4D, одинаково хороши в этом. Связано это с тем, что вне зависимости от анимационных историй, вне зависимости от анимационных историй, свет нужен как и в статике, так и в непосредственно анимации. Блендер позволяет нам делать, по сути, то же самое, что Cinema 4D. Давайте я вам найду сцену в блендере с освещением какую-нибудь. Вот так она у нас выглядит. И, в целом, если мы будем внимательно смотреть на эту сцену, то мы поймем, что по освещению здесь все довольно прилично выглядит. Связано это с тем, что, как я уже изначально сказал, свет требуется всегда и везде, как в статике, так и в анимационных сценах. Поэтому вне зависимости от, так скажем, сцены, источники освещения у нас всегда примерно одинаковые. Что в блендере, что в Cinema 4D, мы имеем около одинаковый функционал с точки зрения именно осветительных приборов. Как мы можем с вами освещать сцены в блендере? Давайте посмотрим. У нас с вами есть определенное количество источников света. Я включу сразу симпатичный рендер, как называет его сам блендер, и выключу фон. Выключу фон. У нас есть с вами источник света, какие в блендере. Давайте посчитаем их. Point, Sun, Spot, Area. Point Light. Обычная лампочка, обычная лампочка, которая позволяет нам просто светить этой лампочкой вокруг, вокруг доволкового, скажем так. Она имеет стандартные настройки, такие, как непосредственно сила света. Посветлее, потемнее, скажем так. Радиус этой самой лампочки. Цвет, собственно. И количество проходимых лучей. Далее имеет настройки теней, то есть отбрасывать тени или не отбрасывать тени. Соответственно, здесь же мы можем с вами настраивать стандартные параметры. Sun Light. Это, по сути, стандартное солнышко, стандартное солнышко, которое светит за счет вращения, просто за счет вращения, где-то темнее, где-то светлее. Те же самые параметры. Мы можем источник света здесь переключать с вами. Тип всегда, в любой момент времени. Цвет, сила и, собственно, угол. В данном случае солнышко. То есть, в принципе, стандартная история. Spot Light. Это так называемый прожектор, который направленно светит. То есть, он светит не как лампочка вокруг себя, а вот как бы в прожектор. Вот таким образом. У него есть дополнительные параметры, такие как Spot Size. Размер, собственно, этого прожектора, который светит. Тоже довольно примитивный источник света. Ну, есть Area. Это зона освещения. Она показана в виде, так скажем, прямоугольника. В виде прямоугольника. Силу сделаем поменьше. Вот. И она у нас светит за счет вот этой своей зоны. По сути, это все, что надо при создании освещения. При создании освещения это, по сути, все, что нам необходимо для работы. Плюс ко всему, нам еще необходимо общее освещение для создания общих отражений, так называемые HDRi-карты. HDRi-карту также в Blender можно добавлять в настройки мира, но с помощью уже Shader Editor нам нужно зайти вот сюда. Shader Editor, здесь переключиться на мир, на мир. И здесь мы можем цвет менять, допустим, да, как я менял до этого. Цвет фона, как многие называют. Или же использовать ноду Environment Texture. Environment Texture. И поместить сюда какую-нибудь HDRi-карту. Давайте какую-нибудь мы с вами найдем. Вот, для создания уже окружения. Но для того, чтобы нам здесь сделать стандартный 3x3D-шник, а когда мы HDRi-ку используем для света, используем для света, но при этом не хотим ее видеть, а хотим видеть фон, здесь нужно, так скажем, поизгаляться. Здесь нам нужно непосредственно ноду Mix Shader. Mix Shader, сюда мы кладем раз Shader, два Shader. Вот так вот. И ноду, как она называется, я забыл. Я забыл, как нода называется. Light Path. Light Path и параметр In Camera Array мы кладем вот сюда. То есть, видите, для того, чтобы сделать стандартный 3x, стандартный 3x, я для демонстрации сделаю материал на кубе. Каким у него там более металлизированным может быть. Покрутим у него. Ну, чтобы он хоть как-то отличался. Я для стандартного, так скажем, истории с выключением HDRi-ки с фона и использованием ее только лишь для источника освещения должен вот такую штуку наградить. То есть, это единственный минус с точки зрения работы с освещением. Все остальное то же самое. В Cinema 4D нас встречают с вами, по сути, те же самые источники света. У нас с вами есть Point Light, который также светит лампочкой. Вот таким образом, да? То есть, тот же самый Point Light. У нас есть тот же самый Spot Light, который светит прожектором. У нас есть тот же самый Area Light. Вот таким образом, который светит. Давайте я включу render, чтобы видно было опять же. Вот у нас есть Area Light, который вот так вот светит за счет зоны действия. И, по сути, все те же самые источники света. У них точно так же мы меняем интенсивность. Здесь дополнительный параметр еще экспозиции есть у источника света. Здесь также мы можем менять цвет, но цвет мы можем менять двумя параметрами. Это как Color, обычно, да? Вот так вот. Так и с помощью температуры. То есть, мы можем теплее, холоднее красить за счет температуры. И во многом это, ну, так скажем, классный вариант. Также мы можем это все, естественно, совмещать. Мы можем Color and Temperature делать. Для того, чтобы здесь сделать его потеплее. И при этом еще и затонировать в какой-нибудь оттенок. То есть, дабл, так скажем, покраска получается у нас. Этот момент также очень важен в данном случае. Ну и что касается HDRI карты, да, которая у нас присутствует точно так же. В синеме, используя Redshift Trader, она добавляется с помощью дополнительного источника света. Она добавляется с помощью источника света DomeLight. И здесь просто во вкладку Texture кладется эта HDRI карта. Давайте, опять же, ее же сюда положим. Где она у нас? Вот так, допустим. И мы видим ту же самую картинку. У нас есть HDRI карта на фоне, соответственно. И она создает нам освещение. Если DomeLight выключить, света нет. Но в синеме мне достаточно выключить галочку background, чтобы на фоне ее не видеть, вместо того, чтобы городить что-то с нодами. То есть, вот это единственное отличие, которое, опять же, делает процесс работы более удобоваренным. Это вот доступность таких вот примитивных функций, которые позволяют нам с вами вот чуть-чуть как бы сэкономить тут время пару минут, там время пару минут сэкономил. И, соответственно, это все как раз таки и позволяет нам очень сильно ускорить по итогу свой рабочий процесс. Поэтому с точки зрения работы с источниками света, ну, я не знаю, на самом деле, с полной уверенностью Cinema 4D я бы этот балл не отдал. Я бы этот балл не отдал. Поэтому работа со светом у них, давайте каждому по баллу поставим, плюс-минус одинаково в данном случае. Ну и, собственно, заключительный пункт это рендер. И что касается рендера, что касается рендера, здесь перед нами встает некий вопрос. Если мы будем сравнивать с вами стандартный рендер Cinema 4D и стандартные рендеры Блендера, то здесь безоговорочным лидером будет Блендер. Потому что стандартный рендер Cinema 4D, вот этот вот, вот этот вот, он, ну, условно говоря, прошлый век. Он реально прошлый век, так как в целом он не юзабельный. Поэтому мы будем с вами сравнивать то, с чем работаем. А именно, Render Redshift и Render Cycles. Это типа два флагманских рендера. Вот у нас есть тут настройки. Что касается рендера Cycles? Что касается рендера Cycles? Он хорош. Он действительно хорош. Он позволяет нам рендерить довольно приличную картинку и имеет довольно неплохие настройки. Как настройки непосредственно самого рендера, это именно настройки качества рендера, настройки сэмплов, настройки прочего. Так и настройки деноизеров, то есть, так скажем, инструментов, которые нам давят шум на картинке. С точки зрения качества рендера Cycles тоже, в принципе, неплох. И при определенной сноровке, при определенном, так скажем, объеме информации и объеме скиллов, в том числе, он позволяет рендерить фоторильно. Он позволяет действительно рендерить фоторильно. Плюс ко всему, естественно, здесь есть дополнительные инструменты постобработки, не отходя от кассы. Такие, как экспозиция дополнительно, такие, как использование гаммы, в данном случае, и такие, как кривые. То есть, мы можем, не отходя от кассы, здесь что-нибудь кривыми с вами подкрутить, чтобы на рендере сразу получить какую-то более, допустим, наконтращенную картинку. В данном случае, видите? Кривые также поканальные. Вот, можем с ними здесь работать. То есть, в данном случае, Cycles, на мой взгляд, является конкурентно способным. У него есть Motion Blur, причем Motion Blur выглядит довольно неплохо. У него есть непосредственно дополнительные настройки Light Pass, которые также неплохи. Но, в целом, если мы будем говорить про базовые наши потребности, то хороший денойзер, хорошие удобные настройки, собственно, уровня чистоты картинки, там уровня шума и возможность использования кривых. Также, немаловажным фактором для владельцев видеокарт NVIDIA является то, что он рендерит через видеокарту, если выставить GPU-компьютер. То есть, это тоже немаловажный фактор, так как, в целом, сейчас все рендеры на видеокарт. Так, прямым его конкурентом является Redshift. Пока перезагружается, я скажу пару слов. Redshift не является собственной разработкой компании Maxon. Это изначально был сторонний рендер, который они просто выкупили и интегрировали к себе в программу непосредственно. Соответственно, нельзя назвать Redshift заслугой программы Cinema 4D. Это, по сути, просто удачный, так скажем, удачный плагин, который из стороннего плагина превратился нам в, собственно, полноценный рендер. Redshift обладает колоссальным количеством возможностей с точки зрения, так скажем, работы. Удачная покупка Maxon. Да, удачное вложение денег. Я считаю, это так. Ну, вот мы возьмем какую-то сцену, которая у нас уже была здесь. Мы видим вот такой рендер. С точки зрения настроек, Redshift будет чуть интереснее, чем Cycle. Ну, даже не чуть. Во-первых, у него свои объекты освещения и своя, прежде всего, камера. Соответственно, имея свою камеру, мы имеем с вами большее количество плюшек. Во-первых, Color Correction. Здесь не просто какие-то кривые. Здесь есть возможность сразу из коробки применить лут. То есть, прям взять лут любой какой-нибудь. Там точка куб. И применить его сразу. То есть, интенсивность регулировать. Все, я применил лут сразу, не отходя от кассы, вообще ничего не рендеря. Это крайне классная вещь, на мой взгляд. Также здесь же есть, естественно, там цветокорные истории с кривыми какие-то. И есть классные истории с лэнс эффектами. То, чего, так скажем, сайклсу как бы не видно. Не видать. Есть bloom. Это вот такой glow, так называемый. То есть, я bloom выключу. Видите, у меня glow вот здесь вот пропал. Видите? Вот цветашка. Могу регулировать их прямо отсюда. То есть, это автоматически сейчас у меня рендерится. То есть, я могу здесь камерой летать как-то. Видите, у меня все это рендерится автоматически. Фларки. То есть, вот эта вот история с фларкой тоже. Это ведь все отсюда регулируется прямо с камерой. Какие-то вот такие вещи. Все это нам доступно. Можно лут выключить, если кому не нравятся цвета. Будет без лута. То есть, это все нам доступно из коробки. Стрики дополнительные. Вот эти вот типа glow. Видите? Здесь много пирогов таких, которые в целом иногда позволяют нам работать куда удобнее. То, что мы раньше делали в After Effects, сейчас все делается здесь. Также, эффект Depth of Field. Эффект Depth of Field здесь также присутствует. Он настраивается за счет камеры, прежде всего. Здесь подбирается фокусное расстояние, точно так же. И подбирается степень через апертюру. То есть, меньше апертюры делаем, у нас все замыленное. Больше апертюры делаем, у нас не такая интенсивная штука получается. Настраивается Depth of Field. Она настраивается Depth of Field следующим образом. У него есть тип размытия. Там, circular, bladed и image. Image фигня, честно. Соответственно, здесь дополнительные настройки. Сферы collaboration. И угол этого всего. Motion Blur также здесь присутствует. Сразу есть несколько режимов. Shutter Time, Camera Motion. Все есть. То есть, в данном случае, в данном случае, Redshift'овские настройки, прям не отходя от кассы, они сильно интересны. Плюс, настройки самого рендера, если мы говорим про него. Они очень гибкие. И они более гибкие, чем, собственно, у Cycles. Ну, помимо стандартных историй с количеством потоков и нойстры желтом, также есть, естественно, деноизер. Также есть деноизер, который присутствует. И присутствуют дополнительные еще параметры Motion Blur, которые позволяют регулировать его. Присутствуют дополнительные параметры настроек освещения, даже вплоть до, так скажем, тесселяции волос. Trace Depth, вот этих всех историй про глобальное освещение, которые позволяют в какой-то момент сделать вашу картинку чуть чище или чуть грязнее. И тем самым, используя вот эти все настройки, мы управляем временем рендера, причем в каких-то колоссальных вообще объемах. Настройки глобального освещения также здесь присутствуют. Позволяют выбирать нам режимы глобального освещения, чего в Blender вообще нету как такового у нас. Позволяют нам выбирать степень проработки глобального освещения, что, опять же, позволяет нам сэкономить или увеличить время рендера за счет более чистой или более грязной картинки. Настройки каустики. Multipath, так называемый. Так называемый AOV Manager, который нам позволяет здесь каждый поток отдельно вытаскивать, отражение, отдельно депт, что угодно вытаскивать. Настройки оптимизации. Ну, это такая, знаете, филикина грамота. И в целом здесь, как вы понимаете, просто больше настроек. С чем это связано? Это не говорит о том, что Blender плох. Это связано с тем, что просто Redshift – это изначально сторонний рендер, который разрабатывался как, так скажем, стендалон рендер, то есть отдельный рендер. И поэтому у него изначально у разработчиков было очень-очень-очень много настроек. Соответственно, это все привело к тому, что в данном случае Redshift просто все эти настройки имеет из короб. Если мы будем говорить, Вань, про стандартный рендер, то у него вообще ничего этого нет. Стандартный рендер крайне не конкурентно способен, вообще никак не конкурентно способен. И я не вижу смысла про него разговаривать со всем. Потому что в целом никто им не пользуется, и он, ну вот прям нафиг не нужен. Я уверен, что в ближайшие два года стандартный рендер как таковой вообще уйдет из CIME 4D, и его полностью заменит Redshift. Все к этому идет. С точки зрения рендера, с точки зрения рендера Redshift, конечно, сильно более гибкий, сильно более гибкий, но при этом Cycles, имея меньшее количество настроек, позволяет нам, ну просто для новичков попроще с этим всем работать. Но с точки зрения все-таки, так скажем, профессиональной работы, рендер в CIME Redshift круч. По итогу нашего вот этого вот сравнения мы получаем, что за интерфейс у нас паритет, по импорту объектов, по импорту объектов у нас блендер побеждает, и в принципе по свету паритет. По всем остальным показателям, как ни странно, я честно этого не хотел. Моя задача была все-таки сравнить, но я честно думал, что блендер будет более конкурентоспособен, когда мы говорим именно про работу с motion графикой, потому что в целом он неплох. Но давайте будем честны, вот перед вами результат, и он говорит сам за себя. Блендер действительно хорош по каким аспектам? Он хорош для новичков, для тех ребят, кто вообще как бы с 3D графикой не сталкивался, и хочет просто попробовать. Он дает возможность за счет своей бесплатности, и за счет своей легкодоступности с точки зрения простых вещей это сделать. Блендер очень хорош с точки зрения каких-то аддонов дополнительных, и их действительно очень много. Блендер очень хорош с точки зрения статичной графики, с точки зрения моделирования того же самого. Но с точки зрения профессиональной работы в motion графике, блендер, к сожалению, уступает синему 4D, и я без зазрения совести это, так скажем, говорю. На этом мы с вами заканчиваем сравнение. Я напоминаю вам о том, что у нас с вами летняя акция проходит до 31 июля. Все скидки на курсы, которые, так скажем, здесь написаны, они работают. Кто хочет motion графику, тот выбирает синему 4D базовую, я считаю. Кто хочет просто 3D графику не двигающуюся, тот или просто, так скажем, позволить себе войти в 3D графику с меньшими потерями, тот выберет блендер. Выбор за вами. Я вас всех, так скажем, жду на лекциях. Не забывайте про рассрочку. Рассрочка также позволяет вам непосредственно все моменты с ценой курса еще более комфортно для себя сделать. Без процентов пополам сумма делится. Платите половину сейчас, половину после, так скажем, середины курса. Ну, а теперь задавайте вопросы, которые вас интересуют. У нас есть несколько минут на то, чтобы на них ответить. Где можно работать, зная синему 4D, только не геймдев? Геймдев и синему 4D вообще как бы несовместимы. Можно работать и нужно работать motion дизайнером и делать классные 3D анимации, которых миллионы маленькая тележка у меня в телеге, кстати. Вот, вы можете подписаться на телегу. Вы можете подписаться на телегу. Вот на эту. И, собственно, тут вы можете найти миллион и маленькая тележка анимаций 3Dшных. Вот, синему 4D. Это более чем востребовано сейчас. Вся, так скажем, 3Dшная история более чем востребована. Вот примерчик. Выше листаем. Вот примерчик. Все это как бы делается в синему 4D вообще легко. Подписывайтесь на телегу. Подписывайтесь на телегу. Здесь миллионы маленькой тележка референсов. Они каждые там несколько дней пополняются. Это, скажем, будет ваша база референсов 3D-моушн-дизайнера. Да, любая заставка к модному сериалу делается в 3D-редакторе. И с точки зрения моушн-графики, синему 4D все-таки очень удобно. Поэтому здесь как бы гейм-дев вообще непонятно, как здесь оказался в твоих мыслях. Рынок спецов не перенасыщен. Здесь всегда вопрос один, точнее ответ один. И он работает на протяжении последних 15 лет. Спецов много, хороших нет. Все. Как, наверное, везде. То есть как бы все специалисты, но как доходит до дела, хорошего хрен найдешь. Поэтому если ты хороший специалист, ты вот с руками-ногами. Если я напихаю снова кучу аддонов в Блендер, Блендер будет тяжелее работать. Они нагружают только когда используешь. То есть тяжелее работать не станет. Просто когда будешь использовать, он будет нагружать тебе мощности. Друзья, я рад был для вас сегодня провести этот стрим. Запись этого стрима будет выложена на YouTube-канал Школы Профайл Скул. Я напоминаю вам в очередной раз про рассрочку и про акцию со скидкой 60%. Не забывайте про это. Я жду вас всех на лекциях. Выбор за вами. Блендер или Cinema 4D. Ну или After Effects вообще кому-то. На сегодня я вас отпускаю. Всем вам огромное спасибо. Всем вам огромной удачи. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok